Знаешь, Салья, я вот вспомню мифы Древней Греции, помню, что боги на Олимпе пили нектар и вкушали амброзию. Да ты что, я думаю, что сейчас бы они столкнулись с другой проблемой. Наверняка у них бы была аллергия, и они бы уже не чувствовали себя богами. Абсолютно верно. Амброзия – это большая проблема, особенно для тех, кто страдает полинозами. Очень токсичная пыльца вызывает отек слизистой и, в общем, малоприятных ощущений. Ну, я знаю, что сейчас этой проблеме уделяется очень много внимания, но так ли это расскажет Алексей Александрович Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, лично вы страдаете от амброзии? Ну, не знаю от амброзии, но от чего-то страдаю, потому что у меня вот уже буквально года три раньше не страдало, а вот года три наблюдаются аллергические реакции, связанные. Возможно, это амброзия, поэтому нещадно с ней боремся. На сегодняшний день нами зафиксировано 29 гектар произрастания этого сорняка. И у нас заключен контракт, согласно 44 ФЗ, победителем которого предприятие Крымфлора было выявлено. И согласно этого контракта, они по улицам, по адресу накосят все очаги произрастания этого опасного сорняка. С кратностью три раза за время, с июня по октябрь, так как это активная фаза цветения данного растения. Первая кратность уже прошла. К сожалению, единоразовый покос не приносит должного эффекта, поэтому минимум три раза мы косим этот сорняк, который приносит много неудобств нашим жителям. Но, Алексей Александрович, вы говорите, косят, но дело в том, что во всех европейских странах все-таки призывают к тому, чтобы полностью с корнями... Ну, я имею в виду покосом, конечно, мы сначала совершаем покос, потом ручным образом вырывается сорняк, заливается не особым гербицидом, который можно применять в пределах населенных пунктов. И трава скошенная закапывается в ямы на глубину от 50 до метра. Это каждый раз так делается, конечно, потому что простой покос не приводит к должному эффекту, потому что растение достаточно неприхотливое, бойкое, и семена его там достаточно двух кустов, чтобы через какое-то время целый пустырь был заросший этим сорняком. Помимо этого, у нас с 1 августа объявлен месячник борьбы с амброзией. То есть все предприятия, которые есть в городе, это МБУ-город, наши жилсервисы и другие муниципальные учреждения на подведомственной территории тоже борются с этим сорняком. То есть МБУ-город – это придорожная инфраструктура, и город Зеленхоз, МБУ-парки – это общественные территории парки, ну а жилсервисы возле тех домов, которые они обслуживают. Скажите, а как вы выявляете вообще, находите эти кусты? Ну, у нас есть отдел, который занимается в целом зелеными насаждениями, которые выявляют. Ну и, конечно, мы фиксируем все обращения граждан, которые поступают письменные, либо по телефонной связи. Выезжаем, фиксируем, вносим в план покоса и в план борьбы с этим сорняком все адреса, которые граждане нам в своих сообщениях указывают. То есть каждый горожанин, который где-то увидел, может к вам обратиться? Абсолютно верно. И много обращается? Ну и достаточно много, потому что с каждым годом, в связи с тем, что растение вот именно такой злостный сорняк, ему вообще ничего не требуется, корневая система у него там до 4 метров, поэтому он прекрасно даже в засушливое время себя чувствует, поэтому постепенно территории, которые он отвоевывает, достаточно большие становятся, и поэтому граждане активно обращаются, ввиду того, что пыльца, как вы правильно заметили, токсична, и очень многие страдают аллергическими реакциями довольно сильными. А какие районы Симферополя наиболее семенены амброзией? Ну, естественно, те районы, в которых буйно растет зелень, так сказать. Ну вот объездные дороги возле озера на переулке Гренажном, там, кстати, вот в выходные совершался покос и уничтожение этого сорняка, а также те области в районе Маршала-Жукова, где активно производствует зелень. Особенно после дождей она вообще активно растет. Да, дожди на этих выходных были... Дожди помогают всем растениям, в том числе и сорнякам, к сожалению. Большое вам спасибо. Напоминаем, что в гостях нашей студии Калистратов Алексей Александрович, доместитель начальника департамента городского хозяйства. Спасибо. Большое спасибо. Будем бороться с амброзией все вместе. Все вместе. Спасибо большое. Ну да, давайте напомним, что можно заявить... Конечно, не можно, а нужно. Да, и на сайте можно найти всю необходимую информацию. На сайте можно найти необходимую информацию, и там есть телефоны, по которым можно обратиться. А мы двигаемся дальше, потому что дальше у нас Крым Онлайн. То, о чем говорит крымский сегмент интернета.